Этот фильм посвящен нашему земляку Владимиру Николаевичу Носову, командиру десантно-штурмовой роты. Морской пехотинец принимал участие в специальной военной операции на Украине. Был примером отваги для своих товарищей. Погиб героем. Коровий ручей. Небольшое село на берегу Печоры в Уст-Цилимском районе. В 1988 году здесь родился Владимир Носов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Щекотать Лена стало, чтобы он улыбнулся. Чего был хороший мой мальчик. Володя – средний ребенок в многодетной семье Носовых. Пока мама с папой трудятся на работе, маленький Володя всегда остается за старшего дома. Присматривает за сестрами, помогает по хозяйству. Вместе со взрослыми выезжает на сенокос и, конечно, на рыбалку. Рыбачили мы с ним, бывало, и сетками, и удочками рыбачили, по озерам ходили. И здесь рыбачили, прямо на реке, вот здесь. У него азарт, когда он сеноку поймал, у него такие глаза были. Все. Вот мы поехали, день рыбака как раз был. Поедем сеткой, поехали мы с ним. Там поехали, там рыбачили, там рыбачили, там рыбачили. И потом раз – попала оживительно. Столько у него радости, так ее взял, и такая немаленькая, на 9-10 килограмм. Он рано становится самостоятельным, никогда не огорчает старших и всегда сдерживает свои, пусть еще совсем детские, обещания. А еще уже тогда искренне начинает верить в добро и правду. Мальчишками все время играли в войнушку. У нас была там заброшенная территория одного, так сказать, завода. И вот мы там играли в войнушку. И вот нам, мне было тогда, наверное, лет 6-7, и вот мы играли в войнушку. Получается, одна деревня против другой. Стреляли, стреляли. И вот тогда еще помню, что такой парень был интересный. Вот прямо какой-то очень такой до мозга костей честный. То есть, если убили кого-то, своего, чужого, он всегда говорил, встань, тебя убили, там так-так-так. И у меня так интересно было, кто такой. А на следующий день мы поехали на Синокос за реку. И вот, и мне отец показывает вот это, говорит, вот твой дядя Коля, мой двоюродный брат, а это его сын Володя. И я смотрю, а это этот парень, Вовка. Веселый он всегда был, я как помню. Никогда не грустил. Не было у него такого, что даже если у него проблемы какие-то были, что-то он всегда нам веселее это принимал. Никогда я не помню, чтобы он с кем-то конфликтовал, что-то такое у него было. Всегда был добрый, дружелюбный человек. Надо будет помочь. Всегда приходил он помочь сразу же. Даже не думал ни о чем. Помогал мне периодически, и экзамены помогал мне сдавать. Вместе сидели, когда вот это все происходило. Вот когда класс Володи перешли из начальной школы в среднее звено, этот кабинет был закреплен за их классом. Это был ответственный ученик. Не обязательно быть отличником либо лучшим для того, чтобы найти свою цель и стремиться к ней. Но вот все порученные дела исполнял. Ответственно относился к дежурству. Ну и уже с ранних школьных лет начал проявлять тягу к военному делу. Как раз в это время в школе начинает зарождаться военно-патриотический клуб «Беркут». Володя вступает туда одним из первых. Ребят приобщают к основам военного дела и воспитывают выносливость. О настоящих подвигах солдат Великой Отечественной они слышат из уст самих ветеранов. Они частые гости в школе. Все, что мне осталось от школы, это сладкие воспоминания о «Беркуте». Помню, как сейчас, когда принимали торжественные обещания, у меня от волнения дрожали руки и коленки. Также помню первые поражения и победы, смех и слезы. Все это останется навеки в воспоминаниях. Сейчас бы с радостью вернул время назад и прошел бы этот путь, путь школьника-юнармица снова. Съездил бы на игры «Зорница», «Орленок», но это осталось в прошлом. Когда-то готовились к военной игре, надо было ехать в Соктовкар, уже билеты были куплены. И они уехали за реку. Они уехали за реку, и пошел ледоход. Лед идет, а он за рекой, ему надо переехать сюда, нам на вертолете лететь на игру. И я уже готовился вообще поменять тогда, что сотовой связи не было. Готовился его поменять, потом говорю, господи, как я буду без него играть? Что я там без него буду делать? Утром прихожу на работу, он все стоит. Я говорю, как вы переехали? Он говорит, да я там ходил, ходил, с отцом смотрели, нашли какой-то просвет между льдинами, перескочили. Я говорю, ну ты молодец вообще. И опять-таки никого не подвел. Ответственный и честный Володя Носов быстро завоевывает авторитет среди товарищей и становится командиром клуба. Своими поступками подает пример с верстником и ведет ребят за собой. Военно-патриотическому клубу из маленькой сельской школы удается на равных состязаться с крупными городскими и даже занимать призовые места. В республиканском финале, вот сейчас, честно не вспомню, Зорница или Орленок, там вот был такой этап, назывался «Секрет». И туда приходит наиболее подготовленный кто-то из юноармейцев, и никто не знает, что там может быть. Там может быть какая-то стрельба, разборка оружия. И вот как-то раз Володя приходит, а там просто лежит самат, его нужно разобрать. Володя его разобрал, и судьи еще даже не успели задать вопрос какой-то, и Володя такой ошарашенный, так он же у вас боевой. И никто вот из всех команд, никто об этом даже не узнал, о том, что у него был настоящий боевой боек. И хотя в школе-то такого оружия у нас никогда не было, просто Володя сам уже об этом читал, интересовался этим. И вот, и он это все увидел, и все судьи были в шоке, потому что никто ни до него, ни после уже не смогли разгадать. Здание Усцелемского военкомата сохранилось со времен Великой Отечественной. Именно отсюда на фронт в годы войны ушло 3213 Усцелемов. В 2006 году порог военкомата переступает и Володя Носов. Уже тогда он точно знает, что свяжет свою жизнь с защитой Родины. Я работаю достаточно давно, и очень хорошо видно, кто может быть офицером, кто конкретно не военный человек, кто гражданский, кто учитель, кто уже... Ну, то есть, как-то начинаешь понимать людей. Ну, и о Владимире видно была целеустремленность в глазах. Вот он такой целенаправленный человек. То есть, он мало говорил при прибытии в военкомат, только по делу. Он не распространялся там о своих каких-то делах, внутренних проблемах. У него была единственная цель – поступить. Говорят, жизнь диктует свои правила. Взрослея, очень часто мы оставляем свои детские мечты. Но его самое заветное и искреннее все же сбылось. Мальчик из небольшого села с первого раза поступает в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Одно из самых престижных учебных заведений в стране. Здравствуй, дорогая школа. Привет, Беркут. Вроде бы совсем еще недавно я сам был юноармейцем. Стоял в славном строю нашего известного клуба и не представлял, кем я могу стать. А сейчас я с гордостью говорю, что я курсант воздушно-десантного училища. Этот путь я выбрал неспроста, видимо, предначертанным мне судьбой. А дальше годы учебы, кропотливое изучение военного дела, преодоление себя и, конечно, первый прыжок. Такое близкое небо. Здесь поначалу было очень тяжело. Первый прыжок, на котором по традиции вручают тельняшку, и после окончания курса общевысковой подготовки двухдневный переход в Рязань, в течение которого прошло много занятий, по прибытию в Рязань на плосу прошло вручение голубых погон и голубого берета нашего батя, Василия Филипповича Маргелова, десантника номер один. Я старалась через день писать письма, чтобы отправлять, чтобы он получал чаще. Я, говорит, его до дыр зачитывал, я, говорит, их носил с собой, говорит, это, говорит, частичка родины, это частичка родителей моих. Скучал? Он очень скучал. Он, говорит, я три года, я скучал, вообще, говорит, скучал, а потом уже, говорит, я привык. Здесь все строго по распорядку дня, и поэтому лишнего времени нет. Только в личное время можно что-то сделать. Правда, его очень мало. Но это не важно. Если захочешь, то сделать можно все. Статный парень. Как говорится, не то, что он не многословный, он вдумчивый. Когда он вопросы задавал, они были какие-то правильные, я еще посмотрел, говорю, из этого парня выйдет толк. А когда он уже учился в Высшем Рязанском, переезжал, был еще курсантом, значит, тут уже я смотрел, да, этот парень будет настоящим, как говорится, офицером. Потому что в нем чувствовалось, вот какая-то, понимаете, можно сказать так, что такие парни, такие мужчины, они рождаются раз в сто лет. Как-то вот было такое с нему сразу чувство. Если бы не вы и Беркут, неизвестно, где бы я сейчас был и кем. А сейчас я могу с гордостью сказать, что я курсант. Здесь и в самом деле игры закончились. Началась взрослая жизнь. И через пять лет я стану офицером ВДВ. После получения заветных лейтенантских погонов Владимир отправляется в войсковую часть. Правда, не в воздушные десанты, а в подразделения морской пехоты. Родина направляет своего верного сына на один из самых ответственных рубежей – в Калининградскую область, город Балтийск. Владимир попал именно в эту службу и именно в морскую пехоту, я думаю, что не случайно. Как говорится, от судьбы не убежишь. Данный человек как раз таки обладал такими качествами, которые нужны и должны быть в таких подразделениях, как морская пехота и вовдушные десантные войска. Ну и род вольств, которые предрасполагают, чтобы там находились именно такие люди, именно с такими волевыми качествами, как вот у Владимира. Мужество, сила духа, характер. Таких людей сразу видно, у которых есть стержень, за которыми идут и будут идти до конца. Во всяком случае, звонили ему постоянно. Куда бы он ни поехал, вот с нами, когда вот даже был в отпуске, едят ему постоянно на телефон все. Товарищ капитан, товарищ капитан, товарищ капитан. Все, спрашивают, как это сделать, а как это сделать. А кто сегодня в наряд идет? Почти сразу он становится командиром десантно-штурмового взвода, а после и роты батальона морской пехоты. Здесь он, как и в родном Беркуте, снова ведет всех за собой и стремится быть примером. Дважды участвуют в параде победы в Москве. Чеканец с товарищами – шаг по брусчатке Красной площади. Ура! Ура! Ставшим уже родным Балтийский, Владимир встречает свою будущую жену Оксану. Чуть позже у них рождается дочь Диана. Они – тыл, куда он возвращается после тяжелых командировок, и те, кто всегда ждут его дома. У Вовы всегда была такая реплика – тебе не надо знать, и о службе я ничего не знаю. Мы выходные проводились всегда вместе с семьей на природе, катались по городам. Любили гулять втроем, любили аквапарк ходить. Ребенок всегда был счастлив, когда они купались, игрались. Вот такое у нас было хобби семейное. Мы даже бывали, что и поздно вечером выходили на природу, готовили шашлыки с музыкой, а потом домой шли, уже ребенок засыпал на руках. Главное, чтобы семья была вместе, чтобы ребенок был счастлив. Вот ребенок тогда и был счастлив, когда папа был рядом с нами. 24 февраля 2022-го Россия начинает специальную военную операцию на Украине. Владимир в тот день на лечении в госпитале. Его военную часть командируют в зону боевых действий. Командир ротодесантников сбегает от врачей и едет с товарищами на Донбасс. Тут я даже нисколько не удивлен, что Володя не отсиделся где-то в тылу, хотя он вполне мог, он уже там был в госпитале и сам запросился ехать туда, потому что он всегда, он не мог так, чтобы дать приказ, а сам мог где-то отсидеться. Ему нужно было все время показывать личный пример, так сказать, вести людей за собой, личный состав. Потому что он был настоящий офицер. Вот таких вот на самом деле очень мало. Кто за своего простого подчиненного, за рядового, за солдата пойдет и будет его грудью защищать. 12 марта, час ночи, Донецкая область. Десантно-штурмовая рота гвардии капитана Владимира Носова вступает в бой. Силы противника превосходят, но умелые действия командира позволяют роте сделать невозможное и остановить наступление врага. Десантники уничтожают две боевые машины пехоты и около 30 боевиков. Проходит всего несколько часов, и ночная тишина снова нарушена. Перегруппировавшись, противник обрушивает на роту Носова шквальный огонь и стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевых машин пехоты. Но и тут десантно-штурмовая рота отражает атаку противника, уничтожает еще три БМП врагам, избежав потерь с нашей стороны. Я думаю, что наши прадеды, участники Великой Отечественной войны, могут не беспокоиться, лежать спокойно в нашей земле, зная, что у нас подрастает достойная смена, достойное поколение россиян, которые действительно в любой момент могут взяться и защитить свою родину. Родину, которую они любят, которую прививали им, их предки, их прадеды, их матери, их старшие братья. Гвардейцы постоянно подвергаются нападениям диверсионно-разведывательных групп противника. Но эти попытки снова и снова оказываются тщетными. Грамотные решения гвардии капитана позволяют уничтожить три диверсионно-разведывательные группы врага, захватить в плен 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины, в их числе одного офицера. У него там мышление было такое, что он, ну, видишь, был в Сирии два раза, он, кажется, военный специалист был, он мог такие проводить операции, что, как говорится, просто не ожидали от него, что он может так сделать. 26 марта Запорожская область. Самое обычное утро и снова нарушенная вмиг тишина. Под прикрытием крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня противник предпринимает наступление, пытаясь взять в кольцо наши части. Когда он услышал, что вот там какая-то наша соседняя рота попадает в окружение, и даже мысли не могло быть о том, что он отсидится, потому что не было приказа или чего, лично проявив инициативу, потому что там же наши парни погибают. А он не мог сидеть в стороне и смотреть вот там, что если не было приказа, что вдруг там что-то случится. Нет. Там мысль опережает, там, вернее, действие опережает мысль. Ты еще не успел подумать, а уже прыгнул на БТР и поехал спасать своих. И в то время как бы нет мысли о том, что страшно за себя, страшно, что не успеешь, что ты мог что-то сделать, а этого не сделал. Потому что там, ну, тебе стало страшно за собственную жизнь или не было какого-то приказа. Спасать людей. Все. Военных, невоенных, разницы нет. И, ну, не мог он по-другому поступить. У него всегда такое было, что как-то сам погибает, товарища выручай. Вот это весь Володя. Оруду, другое поехал спасать. Другой бы, как будто бы, может быть бы и... Проигнорировал бы. Проигнорировал бы, приехал. Думаешь, что если бы он не поехал, он бы потом себя обвинил всю жизнь. Не спас там, мог, но не спас. Но он как матросов, он все принял на себя. Взял пять БТРов с полным боекомплектом, с десантом. Лично возглавил. Не то, что кого-то послал. Лично возглавил. И вот этот неожиданный удар, который получили националисты во фланг, откуда они абсолютно его не ожидали. Небольшим количеством. Если бы они знали, сколько с ним было богатырей, так, наверное, бы, наверное, так и сход боя не решился. Они этого не ожидали. А он грамотный офицер, обученный, знающий дело, прошедший не одну войну, распределил так огневые свои средства и свой личный состав, что противник дрогнул и побежал. И снова, как когда-то в Беркуте, наш герой впереди. С невиданным упорством, бесстрашием и мужеством ведет за собой своих ребят-десантников. Под пулеметным огнем, не теряя самообладание, профессионально руководит боем. Ему удается. Казалось бы, невозможно. Рота уничтожает вражеский танк. Свыше 30 пехотинцев противника. Но главное даже не это. Окруженная рота спасена высокой ценой одной человеческой жизни. Вот в этом бою, в котором он погиб, ведь он погиб один. Понимаете? Такой тяжелый бой. И он, командуя людьми, настолько все это грамотно и правильно сделал, что он и бой-то выиграл, и людей не потерял. Вот ведь как. Это ведь о чем говорят? О профессионализме. О том, что он думал о каждом своем солдате. Он ведь понимал прекрасно, что каждого дома мама ждет. Что ему доверена рота, 120 человек. Ему доверены эти жизни. И он сейчас только решает, вернутся эти ребята домой или нет. А ведь надо их задачу выполнить. И вот так вот в нем все было. И людей сохранил, и приказ выполнил. Тишина. Она бесценна. Особенно там, где не смолкая стрельба и сплошным гулом взрывов наполнен воздух в округе. И как же важно, чтобы всегда был тот, кто эту тишину защитит. А даст ради нее все и даже больше. В реквиме «Вечная слава героям» Роберта Рождественского есть такая строка. Просто выбор был у каждого. Я или Родина. Володя Носов, простой мальчик из села Коровий ручей, его сделал не колеблясь. Он погиб в бою. Но он победил. Никто вот, я не знаю, даже, наверное, представить себе не мог, что вот из такого маленького села появятся вот такие герои. И мы, конечно, очень бесконечно им гордимся. Но очень бы, конечно, хотелось, чтобы Володя был жив, чтобы всего ничего этого не произошло. Но раз если так получилось, то, да, ну, тут по-другому уже никак бы он не смог поступить. Он поступил так, как он должен был поступить. Вот я и говорю, потому что если бы... Если бы он поступил иначе, он бы не простил себе все равно. Сам бы. Он бы... Не, не знаю. Он бы не смог просто жить. Я считаю... Он поступил так, как он должен был поступить. Я считаю, если бы он проигнорировал это, то, что там кто-то звал на помощь и говорил, что... Он бы, я не знаю, точно был он бы потом на себя, как бы... А если, не дай Бог, за правду эта рота бы погибла, плен бы попалил, он бы вообще тогда бы... Я не знаю, что бы было с ним. Он сделал все правильно. Он пришел на помощь. Он очень переживал за нас и за дочку. Но получилось так, как получилось. Может, ему сейчас и тяжело, что я плачу, но я не могу не плакать. История показала то, что там сражаются истинные патриоты, истинные парни, истинные россияне, которые любят свою родину, которые борются за ее, как говорится, независимость, и которые помогают другим братским народам, чтобы был мир на земле. К сожалению, вот эта трагедия... Трудно выразить слов. Вот не дойдется таких слов, чтобы сказать как-то имать матери, близким, родным, что такого парня потеряли они, сына, дядю. А малая родина и большая родина потерял действительно доблестного солдата, доблестного россиянина, который, проявляя мужество и героизм, защищая своих товарищей, погиб в бою с фашизмом. Значение ведь его подвига даже не в том, сколько он там националистов уничтожил, и сколько он у них техники сжег. Он роту спас. Это ведь как по Евангелии, знаете, нет больше той любви, чем если кто-то положит жизнь свою за други своя. Ведь он так и сделал. Ведь он себя в жертву принес для того, чтобы спасти других. Страшно подумать, что бы было, если бы на его месте оказался другой человек, и который бы такое решение не принял. Но он бы не поступил иначе. Вот знаете, если бы через два дня сложилась, вот в этом бы бою он выжил, через два дня сложилась бы такая ситуация снова, он бы все равно поступил так же. Вот в нем код вот такой какой-то был генетический заложен, вот решетка кристаллическая, понимаете? Вот это просто был характер героя. В районе остался единственный участник Великой Отечественной войны, тоже пограничник Матвей Дмитриевич Шишелов. Ему в августе, 5 августа, исполнится 95 лет. Это самые последние, которые уходили 27-го года рождения. И, к сожалению, он уже сейчас не может по состоянию здоровья присутствовать в этих мероприятиях. Он уже не видит, он уже не слышит. Но тем не менее он все говорит, «Павел, Павел, ну как там наша молодежь-то?» Я говорю, «Матвей Дмитриевич, может сердце у вас не болеть. У нас золотая молодежь. Мы, как говорится, учим их, чтобы они любили и защищали Родину». У него чуть ли не слезы на глазах появляются, когда он слышит эти слова. Капитан Носов погиб. Погиб, защищая нашу общую землю. Сегодня я хочу поклониться вам до земли за наших ребят. Ребят, которые встали на защиту нашей Родины, нашей Малой Руси и сложили свои головы. Мы всех их помним наперечет, всех до единого. Слава нашим героям. Вечная им память. И слава нашим героям живым. Слава нашей великой Родине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok